Вспышка пневмонии зафиксирована в очередном российском регионе. На этот раз подъем заболеваемости в Оренбургской области. Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Красноярске. О том, как защитить себя от заболеваний, что делать при первых признаках недобогания, расскажет Юлия Онищенко. Много случаев заболевания пневмонией, что уже сейчас даже в больнице мест нет. Количество заболевших пневмонией растет по всей стране. В Челябинске закрывают школы на карантин. В этом году, учитывая подъем прошлого года, к этой инфекции особенно внимательны. И когда уровень заболеваемости в школе стал достаточно высоким, мы приостановили учебный процесс. Больше таких пациентов стало и в Ростове-на-Дону. Часто воспаления легких развиваются после гриппа или ОРВИ. Практически каждый второй человек, особенно после вирусных инфекций. Но не только вирусы вызывают пневмонию. В холодное время года наши легкие становятся восприимчивее. И мы буквально на лету хватаем любую инфекцию. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание. И даже не подозревает, что в организме развивается катастрофа. Происходит нарушение вентиляции в данной области легкого. Но второй момент, который тоже очень важен, это происходит нарушение кровообращения. Это может приводить к тому, что это будет более выраженная стадия заболевания. Ее будет тяжелее лечить. Ольга чувствовала слабость, но упорно продолжала ходить на работу. Состояние с каждым днем ухудшалось, пока женщина не оказалась на больничной койке. Я теперь понимаю, насколько опасно такое поведение, какое я допустила. И насколько важно, чтобы тобой занимались специалисты. Потому что здесь нужно правильно определить антибиотики, правильные дозировки. Антибиотики по расписанию и физиопроцедуры. Врачи уверены, Ольга быстро пойдет на поправку. Ну а сейчас остается лечиться. Все будет, конечно, хорошо. Просто этот процесс займет чуть больше времени. В запущенных случаях болезнь остановить сложнее. Функция легких молниеносно нарушается, и ткань превращается в один сплошной рубец. Человек дышит, но кровь не насыщается кислородом. Ситуация критическая. Больной попадает сразу в реанимацию. Пациент с тяжелой пневмонией. Уже шестую неделю болеет. Мы перевели его сюда. Тут же была подключена система эстракопаральной вибранной оксигенации. Проще говоря, искусственная легкая. Для этого специальные трубки вставляют в крупные сосуды пациента. По ним кровь поступает в резервуар, где насыщается кислородом. Затем обратно возвращается в организм. В это время легкие как бы отдыхают и восстанавливаются. Удалось стабилизировать, то есть спасти ему жизнь. Ситуация до сих пор продолжается. Это тяжелый воспалительный процесс в легких. Такое лечение может длиться месяцами. Тяжелейшее состояние, при котором нередко пациенты погибают. Избежать опасных последствий можно, если вовремя обратиться за помощью к врачу. Ну а чтобы не заболеть, можно сделать прививку от пневмококковой инфекции, которая чаще всего и вызывает воспаление. Защитить себя от пневмонии может любой человек, независимо от возраста. Но в первую очередь специалисты рекомендуют вакцинировать детей. Они в группе риска. Прививку лучше сделать и пациентам с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, а также людям старше 65 лет. Некоторые прививкам не доверяют, а при первом чихе бегут в аптеку за антибиотиками. Но глотать таблетки наугад опасно для здоровья. Болезнь не уйдет, а устойчивость к лекарствам появится. Мы и так уже воспитали супербактерии, которые не поддаются лечению. В том числе и те, что вызывают пневмонию. Медики говорят, лучше не рисковать антибиотики покупать только по рецепту врача. А если уже пьете, не прерывать курс лечения. Юлия Онищенко, Дарья Рыбакова, Ольга Карпова, Юлия Чумакова. Первый канал.